Ну что, уважаемые дамы и господа, приветствуем вас на зимнем кубке. Это первое наше включение, да, в этом сезоне между собой встречаются команды ФК Верны и команда НСН Мардин. Пошли, пошли, выше! Мардин в синей форме, Верны в белой. Ну что, Сео, что можно сказать? Уже просто по лицам, да, Мардин собрали на этот кубок просто мощную команду. Начнем просто даже с голкипера, да, человек, который этот сезон защищал ворота команды Хаммер в МФЛ. Сео, ты помнишь, да? Более того, я скажу, что он забил несколько голов. Это у нас Грубов Олег. В обороне под восьмым номером Мамедов Джабар. Под вторым номером Стародубов Александр. Под девятым номером впереди Павинич Роман. Хорошая атака в Каверны сейчас может получиться. Удар хороший, Грубов. То для Грубова это... Разминочка такая небольшая. Не вижу на дальней бровке, под каким номером игрок играет. Хотел, ладно, под двадцать вторым номером оставить этого человека напоследок, но... Нет, вот, под тринадцатым номером впереди Кременцев Павел. И под двадцать вторым номером, внимание, Марочкин Александр. Сева, о чем тебе говорит эта фамилия? Ни о чем? Нет. Ну, о чем? Посмотрим, давай, посмотрим, какой ты болельщик казахстанского футбола. Вот сейчас как раз Марочкин с мячом хорошо развернулся в центр. Сделал передачу, но она оказалась не точной. И Верный снова врубился в хорошую контратаку. Удар, но пока это все слабенько. Роман сейчас с мячом. Назад передача на Александра, Александр. Два Александра. Сейчас в обороне, Марочкин опасный. Да, вот так, счет открыт у нас, забивает по винич Роман. 1-0, Мардин впереди. Ну, сами себе привезли сейчас ФК Верный. Ну, там поскользнулся, конечно, защитник, но, как говорится, надо было отгружать, да? От греха подальше, нужно было мяч выбить, да и все. 1-0, Мардин впереди. Мардин, ну, Сева, Марочкин это игрок, действующий, профессиональный игрок, действующий игрок сборной Казахстана по футболу. Сева, игрок футбольного клуба Тобол. Чемпион Казахстана, между прочим, в этом сезоне. Да, все правильно? Все правильно. Представь, какая фигура сейчас на поле. Ну, Марочкин, нет-нет, да, заезжает на зимние кубки, всегда он здесь форму поддерживает, ну, как всегда. Помню, была у них хорошая команда, не помню, как она называлась, но она тогда, по-моему, до полуфинала даже дошла, там, вот, Марочкин играл. Повинишь, Роман. Нет, до него передач не дойдет, там капитан команды ФК Верный. Ошибается, снова может сейчас гол привести, собственно, и ворота. Но прострел ничем для команды не завершился. Игра лежа. Давайте, состав Мардина мы назвали, теперь состав ФК Верный. В воротах у команды Исаев Батыр. В обороне под 45-м номером. Адильбеков Алиханг. Сейчас еще одна атака, Джабар заряжает выше ворот. В обороне под 55-м номером капитан команды Галинский Олег. Вот сейчас он как раз с мячом. По 12-м номером впереди... Нету никого, а пока момент был хороший у ФК Верный. Под 6-м номером Аклбайшангхыс и под... Человек без номера еще у нас есть, но... Это как раз таки человек заполнял протокол, по-моему. Передача по бровке не точно. Ну что, Сева? Как ты думаешь, эта команда могла бы претендовать на что-то в премьер-лиге МФЛ? Ну, понятно, там Марочкин выиграл Тепят Казахстана, но премьер-лига МФЛ-то это посерьезнее уровень. Ну, согласись. Это потяжелее взять. Конечно, но тут не так просто выиграть. Хорошая атака, 1-1. 1-1 сравнивает счет Чингыс и... Наказали за... За расслабленность своих соперников Верный. Вот так Мардин. Вперед вышли, и казалось бы, все проходит под их диктовку, но нет. Под дудку. Да, под дудку. Но ФК Верный. В атаке ФК Верный действует здорово, но пока в обороне, конечно, разброд полный. Хаос. Не забивает. Павел, под 10 номером у Мардин на поле появился. Чалабов-Байрам. Грубов с мячом. Хороший выстрел у него, мы это помним. Павинич. Павинич. Хотел сыграть красиво, получилось как всегда. Чингыс снова рвется в атаку, Марочкин надежно подчищает в обороне. И контратака, Байрам направо, по винич, Роман, забивать нужно. Ну, Павел с мячом в центр зашел. 2-1. 2-1. Павел снова выводит свою команду вперед. Здорово, сместился в центр в стиле арена Робена. Правда, Робен так под левую себе убирал. Ну, вот, Кривенцев Павел разобрался на опыте. Вообще, Кривенцев Павел, это нападающий к органейского шахтера. Так мне сказали, вот я, честно говоря, не знаю. Но, судя по всему, это... Посмотри вот на форму, да, его? Ну, в смысле, на физическую. Посмотри, человек явно подготовлен. Между прочим, возможно, сыграл в Лиге Европы, да? Шахтер пошумел в этом сезоне. Или в Лиге Конференции? Конференции. Точно? Или ты опять лепишь? Ну, я помню, они несколько игр по пенальти, да, выиграли? Да. Помню, самое, что они? Макади, который с Хайратом, что? Макади Хайфа, да? Да, я не помню. Пошел! Павильнич, Роман, между прочим, играл уже за Мордин в этом сезоне. Напомню, команда в Лиге Д выступала и пробилась в плей-офф. В пульку, да? Но там, к сожалению, проиграла по пенальти, да, насколько это? По пенальти в команде ТГК. Все правильно? Да. Драматически. Да, в супердраматическом матче. Потом там уже, можно сказать, проиграли победители. Потому что ТГК, как мы все прекрасно помним, дальше получили в финале пульки. Марочкин ошибается и сейчас... Ну, что это? Странное решение от нападающего в Каверный. Вот, вот, вот про то, что я говорил. МФЛ это не КПЛ. В МФЛ, если ты ошибся, тут же тебя накажут. Здесь мастера серьезные. Марочки с мячом налево, ну... Ну, так себе пас, да? Блядь! Зимний кубок весь тотал. А? Зимний кубок тотал. Как это? Много? Ой, упал. Наши устоиные подарки. Подвигайте, подвигайте, блин! Про Павинча я не даже сказал. У него в прошлом сезон 37 мячей забил. Все, вот ты знал. Ты это знал. Вот сейчас хорошая атака. Александр. И ошибается Александр. И контратака пойдет. Контратака пойдет. Шинглев снова стреляет. Марочкин его выстрел накрывает. Александр с мячом. Где же я видел Александра села? В какой-то команде МФЛ, по-моему. Вот он, Александр с мячом. Верхом передача на Павинча. Не точно. В этом кубке Павинч уже 9 мячей забил. Сегодня был 10-й, получается. За 2-3 игры. И вот это 3-й. Все. Серьезное достижение. Я думаю, Мардин основные фавориты. Это Марочкин на судью сделал передачу. Я думаю, это балует погода. Хороший прострел от 12-го номера ФК Верны. Но почему-то нападающий туда, на дальнюю штангу не пошел. Срана, практически не меняются, да, у Мардин. Неужели замена так уж плоха? Целых три человека на скамейке запасных у Мардин. Я думаю, еще мы их каждого увидим сегодня. Александр здорово развернулся. Сам пошел Павинч. Павинч стреляет. Голкипер свою команду спасает. Плохой прием. Марочкин по ноге получил. Но остался стоять на ногах. Передача диагональная туда, на дальнюю. Ой. Там мяч горячий. Ротарь. С третьей попытки все-таки его зафиксировал. Павел. Павел сам пойдет. Здорово. Здорово. А это уже, да, не здорово. Пожадничал, наверное. У Романа Павенча, наверное, есть претензии. К Павлу Марочкин с мячом. Марочкин сам пошел. Смотри, смотри, как пошел. Как элегантно. Марочкин вообще как в Сифе, знаешь, этот. Кто-то с джойстиком сидит и... Здорово, здорово, Шенгыз. Один из лидеров ФК Верны. Что творит он? Надо сравнивать. Хороший момент. Снова Шенгыз поучаствовал в этой атаке. ФК Верны мог сейчас счет сравнять снова. Павел. Ну что про Мардин можешь сказать? Команда не отрабатывает в обороне. Да? Ты согласен? Игроки мастеровитые, но... Прямо чтобы бежали они защищать свои ворота, такого нет. По крайней мере, пока что. Марочкин с мячом. Зимний пик тоже он иногда звезды прикрует. Я помню, что он в году, по-моему, в Сомат Смаков играл. Ну, в году Сомат Смаков играл. За рабочий, да? За рабочий, да. Марочкин один в центре. Бить нужно. Слева стреляет. Галкипер снова свою команду спасает. И еще одна атака от ФК Верн и бьет Шенжис. Едем, едем, едем. Снова не точно. Стародубов Александр это воспитанник футбольного клуба Кайрат. Ныне капитан ФК Жаскран. Который играет, видимо... Где Жаскран играет? В J-лиге? Или есть такой клуб? А, наверное, есть клуб в какой-то второй лиге или в первой лиге, да? В первой? Сейчас в храну. Ничего себе. Повинич, да у вас вторая такая? Ну, говорят, вот как раз третья-то и есть. Павел будет угловой подавать. Посмотри, надо как Куадрадо с углового заряжать в ворота. Ты видел этот гол? А? Куадрадо? Да. Ну, с углового забил в дальнюю штангу. Там вообще сумасшедший гол был. Кревенца, здорово. Байрам, Марочкин. Ну, вот сейчас может хорошая атака получиться. Марочкин. Снова передача на дальнюю. И снова не точно. Байрам на Повинича. Там на дальней Марочкин совсем один. Нужно стрелять. Да, вот на него передача бьет в лед. Да, были и удары по лучшему Марочкина в карьере. Это один из таких ударов, которые... Ой, куда сделал передачу сейчас игрок ФК Верный Павел на Романа. Что они делают? Ну, хотели красиво сыграть, не получилось. Повинич, Роман. Нават передача на Александра. Александр. На Марочкина. Марочкина, на Кревенцева. У него даже шапка, по-моему, к Органисту, шахтера, да? Александр стреляет. Байрам. Назад снова. Александр Марочкин. На Павла. Павел стреляет. Не точно. Да, совсем не меняются легенды казахстанского футбола. Стародубов. Здорово, Шенгыз. Да, вот, ай, отдать бы направо точно, но... И, возможно, хорошая атака бы и получилась. Повинич, Роман. Байрам. Марочкин туда, на дальнюю Стародубов. Снова Байрам здесь слева один. Как-то все статично. Нужно движение, нужны скорости. На Стародубов передачи. Хорошо принял. Марочкин сам пошел слева, бьет в дальнюю 3-1. Александр Марочкин забивает. Третий мяч своей команды. 3-1 впереди Эсиэн Мардин. А вот и, наконец-то, у нас на поле появляется под... Под номером Джабара. Это, по-моему, Евгений Малюк. Абдулла Джабара? Нет. Еще Повинич нужно бить. И, да, 4-1 там в свои уже занесли. Ну, можно, наверное, этот гол на Повинич Романа записать. Евгений Малюк на поле появился. Его мы знаем по многочисленным сезонам за команду Кетти Логистик. Ты не знаешь, потому что... В твою эпоху... Малюк уже давно не играет за Кетти Логистик. Но я помню еще за команду Водник, по-моему, еще он играл. Он может сейчас... Ну, вполне возможно. Причем, я... Спрашивал несколько экспертов. Маша, дай денюк-то побежал. Сказали, что Водник положил. Просто облица ваша тренировка. И под 11-м номером у нас на поле появляется сейчас я... А вот и Малюк. Сразу отличился. Не смог принять обычную легенькую передачу от грубого. Ну, ничего, ничего. Только в игру вошел, просто замерз, застоялся. Под 11-м номером... Нет, Малюк, Евгений под 11-м почему-то. Фео, или я что-то путаю. Возможно, протокол неправильно заполнен. Под 7-м номером появился Нургазыев Саят. Это... Человек, который не понаслышке знает, что такое футзал, судя по всему. Потому что мне сказали, что это человек именно с футзала. Все, я неправильно себе его сказал. Это Пастухов Дмитрий. Да, под 8-м номером, под номером Мамедова Джабара. Сейчас Пастухов Дмитрий, а не Малюк Евгений. А вот под 11-м как раз-таки Малюк Евгений появился. Все, мы разобрались. Куда? Пастухов сделал неточную передачу. Саня? Ну, здесь написано Нургазыев Саят. Ну, похож. Саят, Саня. Нормально. Неточный навес, попытка навеса. И у нас на этом моменте заканчивается первый тайм. 4-1 впереди Энсиен Мардин. Пока, пока для команды все достаточно легко складывается. Все, стартует у нас второй тайм. Команда уже снова на поле. Грубов Олег в воротах у Мардин. В обороне Марочкин Александр. Вот теперь под вторым номером почему-то Мамедов Джабар. Странно, меняются формами. Под одиннадцатым номером впереди Малюк Евгений. Под восьмым пастухов Дмитрий. И под седьмым номером Нургазыев Саят. Вот такой состав на второй тайм у... На чью форму похожа у Мардин? На Челс? Или на Челси не похожа? Я даже не знаю. Жабар сам пошел вперед. Передач на Евгения. Но Евгений подскользнулся там. По-моему, это еще, кстати. Если что и... У Украины делал такая. У Украины? Я у них там по... По сетей прислали. Ну не знаю, Джабар с мячом. Сам середину пошел туда. На Саята дальше. Саят очень так жестко действует, да? Очень... Такой не так легко его обыграть. Евгений не смог передачу принять. Да, говорит, что скользко. Но та половина, кстати, получше. Который ворота, который сейчас атакует Мардин. От тела, конечно, та зона чистенькая. От снега. От... Или это как это? От снега нельзя на Инии, да? От Инии. Да, хорошее настроение у мардиновцев и... Нет, 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 это здесь. Да, арбитр встречи предупредил Саят, что нужно щитки не на руке носить, а на ноге. Марочкин. Мне, знаешь, вот... Есть же разные стили в МФЛ, да? Ну, разные стили выступления. Вот я бы хотел посмотреть, как условно Мардин подает угловые, где Марочкин там головой борется, да, в штрафной площади. Это было бы интересно. Ну, вообще, вот уровень... Ну, вот Марочкин, это же серьезная фигура. Человек за сборную Казахстана. По-моему, он играл с Францией, да? Восьмер от французов получил. Ну, это ладно, мы знаем с тобой. Ну, даже ты не знаешь. Игрока сборной Казахстана ты не знаешь. В Каверне, мне кажется, тоже не знаешь, что сейчас против игрока. Да, Марочкин, после Франции, и сам, наверное, да, не хочет, чтобы к нему подходили за автографами. Как-то ситуация не располагает. Вот после двух нечестей Украины, конечно, там можно было фамилию написать, Марочкин, игрок сборной Казахстана подписать. Марочкин с мячом. Хорошо, обыграл Шенгиза. Еще раз обыграл Шенгиза, упал там. И Марочкин Диагормандо включил. Посмотри. Назад передача на Грубова. Грубов. Верху, ну, хорошая передача на Пастухова. Пока Пастухов там переговаривал с Марочкиным, на него хорошая передача пошла. Ну, и особо Дмитрий не расстроился, он дальше продолжил беседу. Ему главное поболтать. Роман снова на поле появляется. 3 в 2 атака сейчас. ФК верный атакует. Хорошо, может получиться. Джабар, выбивать нужно. На Евгения. И теперь уже контратака мордит. Евгений стреляет с левой. Хорошо, хорошо. Не поделился с партнерами, решил ударить. В принципе, хороший удар и травму получил Евгений. Упал неудачно. Пожелаем здоровья Евгению. Вместо него на поле появляется Кривенцев Павел. Снова ФК верный. 3 в 3. Не отрабатывают. Мардиновцы на в оборону. Павел налево. Джабар догонит. Догнал. Сливает середину не точно. Грубов обижал прессинговать. Грубов. Ну, он должен забить и парочку привести еще в свои ворота. Павел. Павел бьет мимо ворот. Угловой будет. Удара в шорсе не было. Вообще удара не было. Пока Грубов молчит. Вот, про то, что я говорил. Подача. Но там Марочкин должен быть. Мне кажется, у него хороший прыжок. Он может выпрыгнуть и головой пробить. Хорошая атака. Комбинация ФК верный. Которая закончилась на капитане команд. Который сделал не очень хорошую передачу на своего партнера. Все. Я бы обратил внимание на шестого номера и в каверу. Ты, как спортивный директор одного из клубов МФЛ должен обратить внимание на Шнгыза. Руководитель клуба. В смысле у вас внутри клубный... Да, он все эти... Все трансферы бракует, а берет... По этот... Кто откат дает ему? Наверное. Так набор в команду происходит. Человек, который... Золотой мяч... Хорошая атака! Ооо, повинч, Роман. Золотой мяч в лиге Д1 был... Он был на просмотре... И не прошел, да? Ну, такой селекционный отдел, я знаю, там мощный отдел, который просматривает до двух тысяч игроков в предсезонке. Если в Сифу тоже... А? Если в Сифу тоже... Да, если в Сифу, то да, так и есть. Ну что, у нас пока небольшой затихе, 4-1 до сих пор. Пока во втором тайме голов нет. Пока во втором тайме 0-0. Александр. Вперед передача, Павинич в офсайде. В офсайде поднял флажок арбитр. Нет. Поющий Роман, опытный игрок, должен знать, что такое офсайд. Смотри, теперь Александр поменял номер. Да, круговорот номеров в команде Мардин. 11 минут у нас играть еще в этом матче. Вполне достаточно, чтобы забить еще парочку-тройку красивых мячей. Или вот как сейчас Марышня, смотри, Джога Бонита. Нет. Не стал финтить. Слушай, с передачей что-то нужно этот... нужно потренировать. Да? Передачи. А то все не точно, да не точно. Павел с Александром. Здорово, на коротке. Павел сам пошел и, собственно, ничего хорошего не придумал. Пользуясь случаем хочу передать привет коллективу RZA Systems замечательным корпоративам, который вчера был у нас всех. Хороший, хороший гол. Ну, как-то все легко. Павенич Роман и отжался. Ну, празднование такое. Почему два всего? 5-1 у нас. Павенич Роман забивает пятый мяч своей команды. Ну, как-то совсем слабо ФК Верный в обороне действует, но зато в атаке не так все плохо. Шенгез по бровке. А там дальше туда не точно. Ну, в атаке ФК Верный все зависит от Шенгеза, потому что как только от него мяч уходит и доходит дальше до партнеров, там дальше потеря. Стародубов в середину передач не точно. Стародубов сами, на. давай. Стародубов по бровке на Павла. Вот если всех вот этих ребят я так или иначе видел в МФЛ где-то еще в каком-то футболе. Вот Павла я, по-моему, впервые в Алма-Ате. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо головы или чего мне кажется угол обстрела вполне хорош ты бы попал 100 дистанции даже оператор наш говорит чтобы что он попал в стой дистанции поедешь роман цель на байрам передачи ну прошла передача такую вообще передачу давать нельзя могут наказать грубов хорошая передача грубого и там мог собственные ворота защитник командой в каверный гол забить грубов вообще как лев яшу да мне кажется он и в большом футболе без перчаток стоит вратарских видимо по виничу не ли не суждено сегодня завить красивый гол повинить не ну вообще он тоже в этот профессионал в мфмфл не помню пайрам здорово повинить но ромчик ромчик не 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 бесс с там же это там опытные опытные звезды ну смысле совсем опытный а здесь ребята помоложе штангу мяч попадает насколько грубо хладнокровно сейчас сыграл с мячом после ты видел да как пофинтил марочкин это ему не простил жестко встретила сейчас мяч отбирает марочки марочкин марочкин шангез ответный подкат ну и четвером все-таки у марочки на мяч забрали и марочкин фалит да и сейчас может нет мне кажется вообще первый фул в игре нет вообще помнишь на этой же . да не очень жестко у нас сегодня игра шангез пробивает сдали станции и забила ченгез там перед грубо встали и закрыли полностью обзор и хорошо 5 2 2 это уже уже что-то шангез дубль оформляет шангез оформляет дубль а сейчас появились снова может до стародубов очень недоволен сейчас игрой романа выразил недовольство свое павел павел сам пошел там как хоккей хотел мне кажется забить фолк фолк свалили на голкипере как вчера показывали хоккей а так идет стародубов на дальнюю середину пошел и на дальнюю передача и вот вот она игра по винчи романа замкнуть дальненькую пустые забить 62 до вайрам недоволен сейчас уйдет мне кажется в по трибунное помещение выскажет все главному тренеру потому что недоволен он тем что только его меняют в этой игре у марлина я есть в мартину может посоветовать эксперт поднять петр роликов о но это да ну все приношу извинения повесного но это красиво это красиво это красиво по моим покер уже у романа повинничка к чапукович александр ему все мало и мало футбола сказал я буду бегать до конца джабар снова на поле появляется хорошая передача на романа роман центр там павел павел хул передача на какой собаки бросил александр там сразу да и и не придумал что с этой передачи то сделать хотел мне кажется головой принять не получилось да по вечерам он 4 забил и еще 10 не забил и вот как оценить до его игру над реализации нужно работать марочки на павла павел снова на марочки на марин марочкин павел ну будет гол еще один до марочкин снова забивает и это уже совсем разгром совсем счет доходит до неприличного 72 у нас 72 я думаю я думаю игра сделана пастухов снова на поле появляется порезвится вышел жабар жабар никому не давай давай сам повинеть пастухов хорошо в пустые в штангу пустые штангу попадает пастухов возможно если не поленятся модераторы блога как он называется то нулевой тайм возможно этот момент пастухова попадет хотя бы в сториз до этого замечательного инстаграм пока вам роман пустые ворота павел ну уже да такая игра уже откровенно говоря резвят джабар вообще шансов в обороне не оставляет нападающим и в каверны чего почему так думаешь фангой сбьет слева не точно почему так думаешь все а и лунья не пою я все понял тебя ну да значит так кто он же он не по он разве приехал уже не ну понятно потому что он-то смысле единственное там было три подряд у него ну и конкретно в рекоми до три подряд было грубов пастухов ну что такое что за прием джабар четырех по моему а нет пить пяти или шести олим при реком потела там много вот я говорю вот это уровень пятикратный чемпионов и ломарочкин чемпион калстана всего лишь байрам бьет но пробивает не точно у нас уходят кпл в мфл играть наоборот система должна наоборот работать наверное у нас работа наоборот байрам назад на грубого все звучит финальный свисток 72 да в итоге закончили 7 2 победа мардин очень уверенно и порезвились да поиграли по винишь роман наверное випи сегодня в матче у в каверна я бывшим гиза конечно выделил бы игрок под шестым номером очень хорошо себя проявил